Их встреча была ошибкой на скамье подсудимых директор автомобильного центра. В зале клиенты, желавшие приобрести у него новенькие авто. По их словам, бизнесмен украл у них более 30 миллионов рублей. Приговорил Ковалева Антона Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, оправдать. И такое решение повергло потерпевших, мягко говоря, в шок. Руководитель скандально известной фирмы первым выходит из зала суда. На прощание роняет лишь несколько слов. История завертелась несколько лет назад. Сбережения, кто-то всю сумму, кто-то частично, люди вносили в кассу исправно. Многие годами, что называется, по крупицам откладывали на заветную покупку. Однако формула «деньги-товар-деньги» в конкретном случае не сработала. У дилера якобы начались трудности. В версии бизнесмен приводил разные от заминок с поставками до проблем с документами. Обещанного пришлось ждать даже не 3, а 4 года. Однако в результате ни денег, ни автомобилей пострадавшие так и не увидели. Конечно, обидно. Я не знаю сейчас, жить-то как дальше. Мы собирались с женой, ну миллион 200 считай, это деньги все-таки, да? В числе обманутых оказались пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Всего же пострадало более 70 клиентов салона. Меня вообще поразило вот это вынесение решения в суда. Это какой-то кошмар. Работа в одни ворота. Такому размаху аферы удивлялись даже опытные правоохранители. Ковалеву грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Для многих вердикт судей так и остался загадкой. Сейчас обманутые покупатели намерены идти дальше, обратиться в суд высшей инстанции. Говорят, быть может там им удастся добиться справедливости. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.